Добрый день, сегодня у нас шарообразная головоломка в странной коробочке, почему-то здесь написано Nissan, на картинках нет той головоломки, которая внутри, какие-то цветные схемы, круглое окошечко, кубик Рубика нарисован, что-то разное написано, но здесь от 3 лет, здесь от 6 лет, непонятно. Возможно, что эта коробка под разные виды головоломок, сейчас в ней оказался вот такой вот шарик, название было шестицветный испанский сферический магический мяч, давайте откроем, здесь есть специальный пластиковый фиксатор, сам шарик и внизу еще один фиксатор, инструкции нет, как и название бренда. Сразу отмечу, что эта головоломка является подделкой под сферу Марусенко, которая действительно изготавливается на испанском заводе, если я не путаю, есть 5 различных уровней сложности, и это подделка на сферу уровня 2. Несколько лет назад я покупал себе, кажется, во время чемпионата мира по футболу, который проходил в России, вот такой вот мячик с цветами русского флага, под чемпионат выпустили, назывался трехцветный русский мяч. И это тоже подделка под сферу Марусенко, под видео про эту головоломку мне сам создатель сферы Александр Марусенко написал неодобрительные комментарии, был недоволен якобы рекламой плохого продукта, но имеет право возмущаться. Вот эти все, так называемые, китайские подделки портят ему продажи. Сфера Марусенко оригинально вращается значительно лучше, хотя расцветки аналогичные. Единственное, что вот эта сфера подделка под уровень 3, у оригинала не два белых цвета, а белый и желтый. Ну и вместо синего-красного, там синий-оранжевый, что-то такое, то есть по факту там четыре цвета должна быть, но сильно эта головоломка не усложняет. А это подделка под уровень 2. Здесь вот такая же фактура, как у мяча, и вот эти вот очень похожие, хотя продавались в совершенно разных упаковках. По-моему вот этот мячик приехал просто так в цилиндре, а здесь же коробочка от какого-то Ниссана. Мячик можно катать. Кто-то любит сферические головоломки, у меня они чисто для коллекции. Мячик лежит уже давно, всегда находилось что-то более интересное, чтобы снять. Либо не хотелось разбираться во всех вот этих модификациях сферы Марусенко, но сейчас я в репе нашел 5 уровней. Это второй, это третий и это подделки. Я оставлю в описании ссылки на сайт производителя, просто из уважения к создателю, не в качестве рекламы. Можно и в российских магазинах купить, но вот мне встретилась только двухцветная версия, черно-белая. Стоит она около 1000 рублей. Двухцветная версия это уровень 1, это уровень 2, уровень 3 и четырехцветная и восьмицветная уровни 4 и 5. Возможно когда-нибудь я их приобрету, чтобы была полная компания, все 5 уровней и сделаю отдельное обучающее видео. Гололомки на самом деле не сложные, несмотря на то, что седра создателя утверждала обратное, но реально не сложные. Сделаны они на базе кубика 2х2, у которых добавлены такие вот крейзи элементы, которые мало усложняют. Но более того, здесь вот эти вот уголки, которые на кубике трехцветные, одни одноцветные, их ориентировать не надо. Кстати, вот эта версия вращается получше, чем этот мячик трехцветный с российским флагом. Я не перемешивал еще, но обратил внимание на следующее. Если приглядеться к расцветке, белый цвет занят на угловые элементы, эти как бы центральные. Название шестицветный испанский шар, но на деле здесь цветов 7. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6 кружков и цвет уголков. Получается сфера 7-цветная. Но расцветка изначально похожа на стандартную. Возьмем желтый, синий, оранжевый, зеленый и вот здесь должен быть красный. Но вместо красного серый. Если мы также возьмем кубик, желтый, синий, оранжевый, зеленый, здесь красный. Вместо красного серый, я думаю, что было бы гармонично вот серый и красный поменять местами. Тогда будет красиво. Это делается прям совсем легко. Вот. И вот такую расцветку считать стандартной. Не помню, какую оригинальную сферу Марусенко. Там на картинку было не очень отследить. Но мне вот так он нравится больше. Ну а теперь перемешаем и уже как следует соберем. Вращаем как два на два. Хотя здесь можно вот это и не вращать, так как все уголки одинаковые. Вот эти. Можно с любого положения сразу начинать собирать центральные элементы. Углы собраны всегда. В той же трехцветной сфере уголки были двух цветов. Синие и красные. Тут их хотя бы надо было расставить по местам. Хотя ориентировать не нужно. Ну допустим, как-то вот перемешалось. Перемешивается быстро. Поменьше одинаковых. Запутаем посильнее. Вот. Перемешанное состояние. Подделка сферы Марусенко. Уровень 2. Ну и начинаем собирать. Не важно где что начинать. Допустим, вот здесь вот есть два красных. Поставим сюда еще два. Красный готов. Где-нибудь давайте расположим желтый, чтобы от него отсчитывать. Пусть будет здесь. Так, три. Ну и как в кубике 4х4 сборка центров. Работаем. Так, желтый, красный. Значит здесь должен быть синий. Два синих есть. Добавляем еще. Так. И можно было конечно собрать и два противоположных. Но что-то я не стал. Так. А дальше должен быть оранжевый. Так. Хоть и локапит, но лучше чем версия 3. Опять же подделка. Сфера Марусенко оригинальный. Конечно вращается мягче. Я на роликах каких-то видел. Так. Дальше. Здесь должен быть зеленый. А здесь тогда серый. Но зеленый там какой-то есть. И вот так. Ну и в итоге все собралось. Возможно не так важно в каком порядке собирать вот эти цвета. Можно собирать видимо любой порядок какой нравится. Ну я вот выбрал стандартная расцветка кубика рубика. Проверим. Если у нас вместо белого серый, то здесь зеленый, красный, желтый. А я неправильно собрал. Погодите. А. Я зеленый и серый перепутал местами. Погорячился. То есть вот желтый, а серый я хотел напротив поставить. Меняем. Не сложно. Проверяем еще раз. Вот серый вместо белого. Красный и зеленый. Оранжевый. Синий. Красный. Ну и напротив желтый. Вот теперь все хорошо. У меня кстати была мысль. Если вы делаете обучающее видео по трехцветной. Чтобы она была больше похожа на оригинальную. Либо сюда приклеить какие-то дополнительные наклейки. Либо снять отсюда желтые детали на время съемки. Поставить их сюда. Отснять и потом вернуть на место. Хотя можно и с концами их поменять. Разница будет невелика. Но будет уже не такая симпатичная конечно головоломка. Подумаем. Распокупать еще одну четырехцветную версию. Наверное нет смысла. Ну посмотрим. Пока у меня две подделки сферы Марусенко. Если кто-то хочет мне присылать оригинальную. Я буду совершенно не против. Сделаю сравнение и разгром плохих подделок. Но пока вот это есть. Специально за ними не охочусь. Этот я купил как-то просто вместе с чем-то. Заодно докинул в корзину. Возможно уже года два даже прошло. Как она у меня лежит. То есть не такое уж и свежее. В самой сфере Марусенко было лет 10, когда я снимал обзор на эту сферу. А с тех пор прошло уже года 4. Получается лет 15 как произведена сфера Марусенко. Несложная начальная уровня головоломка. Среди простых уровней есть 5 подуровней. Вот это второй. Это третий. Как видим второй совсем простой. Первый двухцветный. Наверное еще легче. Пока нет у меня такого. Они продаются на виде брелочков. Такие мне почему-то не хочется. Полноразмерные если. Встречу где-нибудь. Закажу. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.